Что ж, счет у нас 1-0. Первую игру мы не увидели, стримили другую. Фикус ведет у деда 1-0. Вот так вот. Вот у... пока же такая маленькая сенсация. Молодец. Ждем пока 3 минуты, пока подойдет Фикус. Видимо, после побед надо немножко отдохнуть. Игра была довольно-таки долгая, макро. Хотя, может быть, Фикус как-то подпушил вначале, или дед неудачно подпушил. Но это уже не важно, мы это не видели. Сейчас мы посмотрим, я думаю, не менее интересные игры, чем смотрели до этого. Фикус как-то подпушил. Фикус как-то подпушил. Стресская станция. Чем она так хороша эта тирана? Вот для того, что можно брать ферст и цена, например, ну да, тенни же для этого ее брал. Дед, в принципе, тоже может сыграть ферст и цена. Еще на этой карте удобно играть мех, потому что она узкая, в зягу сложно разводить как-то, забегать там с 25 сторон и так далее. Может быть, дед решил сыграть на ней мех, поэтому ее взял. Может потому, что это карта, о которой он еще играл, потому что на новых картах он не играл. Кстати, возможно, из-за этого неудача была в первой игре с Фикусом. Так, у нас тем временем начинается игра. Внизу у нас заиспавнился дед, вверху у нас заиспавнился Фикус. Пока что немножко ФП от деда. Фикус. Фикус. Так, извиняюсь, О, Орг, проблемы решали по-быстрому. В общем, гранд-финал и финал лозеров пробуют завтра, начиная с 19 часов. Прокси-бараки от деда! Фикус нас не разведывает дроном. Ну, с тиранами, я тоже с дроном не разведаю. Ну, просто на лониске, да, еще можно прокси-бараки 2 лепить. Можно 8-8 лепить, можно как у дед лепить. Девятый. Понятно, это и есть, в принципе, то же самое. Так, ладно, мы будем отвлекаться. Сейчас будет очень важный момент. А именно, Фикус все-таки на разведку поехал и сейчас увидит, что там прокси-бараки. Как он их будет контрить? В принципе, два прокси-бараки с риперами законтрить можно. Квинами, с анками и так далее. То есть, не так сложно, как с бункерами. Ну, если там будет бункер где-нибудь еще один, как минимум, тогда да. Ну, Фикус, я думаю, должен понимать уже прекрасно, что тут есть и... Не знаю, отменять хату, не отменять, конечно, дело Фикуса. Не знаю, я бы, наверное, отменил. Ну, Фикус не отменяет, опять же, его дело. Просто больше минералов, я бы лучше две санки влепил бы. Ну, хотя бы одну точно влепил бы. Плюс Квену, плюс собаке нужно, естественно. Фикус катался дроном, не давая поставить бункер какой-то там. Сейчас нужно ему дронов спасать обязательно, добавляя сразу газ. Ну, Квеная санка, Квеная санка, Квеная санка, Фикус! Фикус теряет одного раба, теряет второго раба. Нет, пока же не потерял второго раба. Не понимаю, почему санку не влепил? Ну, теряет сейчас второго раба, ладно. Выходит собаки, он что подумал, что там один барак, что ли? Там два прокси-барака-то. Вот пошла санка, она пошла очень поздно, нужно было сразу это делать. Еще одна санка, ладно. Ну, а главное, что сделал Дед, он построил бункер. Всему есть куда отводить битых риперов и где прятаться. Ну, можно было битого одного спрятать, остальными там продолжать харасить. Где-то нам было всех бункер сажать. Санку Фикус перекапывает, у него есть хата, можно заказывать квин еще. Газ собирается на мув, скорее всего. Риперы продолжают строиться. Дед делает стеночку. У риперов уже такое количество, что и с квиной можно спокойно разговаривать. Одинственная проблема у риперов это санка, но санка, она не может ходить, не может бегать. И Фикус пишет, джи-джи, это один-один. Зачизили. А за чизину? Эх, дед, дед, взял, зачизил Фикусы. Как-то так. Бедный наш зерг, у нас и так мало зергов осталось, а ты их еще чизишь. А у нас третий решающий матч, Железная Крепость. Я даже не знаю, что это за карта. Но сейчас мы с вами не увидим. Давай еще раз. Что-то Фикус это. Или слишком весел, или слишком нет. А, вот это что за карта. Я-то думал, карта макристая, 4, спа. Хотя сколько на ней я играл, тут постоянно были онли-кроссы. Возможно тут вообще онли-кроссы. Фикус у нас заиспавнился на 1 часах, на 5 часах у нас заиспавнился дед. Ну и думаю на этой карте дед не будет играть в фрукси-бараки. Но это уже и так понятно из того, что никуда КСМ-ка не поехала. Быстро читаем чатик. Чатик у нас молчит, скайп тоже молчит. Значит мы просто внимаем к игру. Смотрим расклики. Фикус кликает рационально. Дед кликает пока что не очень нужно. Но он раскликивается у него в принципе и в игре столько прямо. Поэтому не особо снижает его. Большой мэн, кстати, довольно таки. Это может где-нибудь, не знаю... Не онли-кроссы, да? Ну спасибо, краш. Но это карта не онли-кроссы. Просто она не играла всего два раза. Попадались тоже кроссы. Сейчас кроссы. Я думаю вдруг... Вдруг такая фигня. Можно какой-нибудь минус, например, играть с кем-нибудь. За счет большого мэна. Тирану удобно здание ставить. Много места. Пятнадцатая хата от Фикуса. Просил же его забункерить из двух бараков. А сам пошел пятнадцатую хату ставить. Ну как-то. А не, правильно, абсолютно не здесь. Ну и дед тоже добавляет газ. То есть это будет стандартная тема. Не так как в первой игре, например, с крашем четырнадцатый барак. Ага, все респейл могут быть. Спасибо, краш. Буду знать. На точного же, что тут могут быть серии спауна. Пошел пул, газ. Пятнадцатый. Пятнадцатый пул, пятнадцатый газ на пятнадцатый хат. Честно, все, что перестали легать пятнадцатую хату, шестнадцатый газ, шестнадцатый пул. Тема такую. Пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать более выгодная. Во всех случаях. Ну, второй supply, риппер, там один-два. Раб поедет ставить CC, как всегда. Два рипперов. CC, факторка, реактор. Потом, возможно, по второму газу мы поймем, банше не банше. И третий CC, не третий CC. Интересно, что товер фикуса постоянно стернами. Да не только стернами, он висит около второй нычки. То есть, ну, чтобы не зафатывал тос, я понимаю. Стерна, наверное, чтобы не заборачивала. С зергом зачем? Такая фишка фикуса, это чтобы второй вер висел где-нибудь. Укол в сторонничке. Увер остановился, можно вниз отправлять, уже было давно. Пошла CC. Второй риппер пошел, и пойдет, естественно, флаг торка. А как так? А, понятно, заехав сюда, не увидев хату, просто риппер пошел вверх. Все правильно. Ну и минус пес, как минимум. Как минимум один отсталый пес уже будет убит. Офикус там уже есть квинас. Делается мув. Рабу, кстати, он с газа не снимает. То есть, будет какой-то пуш. Пошел реактор. Смотрим на плавные факты. Второй газ будет добавлен? Нет, там добавлен два барака. Вобана. Вот это уже интересно. Это будет пуш гелионы морпехи, что-нибудь типа этого. Без стимпака. Возможно с щитами. Посмотрим. Был раньше такой пуш с щитами, но он был очень-очень старый. В плане того, что очень давно его играли. В последний раз, когда я это видел. Интересную тему делаю дед. И второй газ он тоже добавляет, кстати говоря. Пошла лаба. Это понятно. Тут и гелионы. Фикус это неплохо. Овераймер разлетает. Может не так быстро. Овер висит тоже. Ну против дропов разве что. Но лучше вот тут где-нибудь повесить. Так, треть квина вышла. Газа у Фикуса очень много. Интересно, на что он его будет копить. Вернее, на что он его копит. Роуч, Варион. Без эволюшек, да? Без эволюшек. И Беллинг Наст. Это будет Роуч, Беллинг Пуш. Ну видимо, да. Как я это понимаю. Вряд ли для дефа он столько газа скопил. И валюшки не ставит. Те же самые. Собаки контролируют Зелнагу. Делаются... А нет, стимпак. Не щиты. Со стимпаком будет пуш. Еще и Старпор делается. То есть там и с медиваками дед будет пушить. Блин, это вообще древняя, древняя, древняя тема, мне кажется. Соло еще. Последний раз ее в воле видел. Или, может быть, в начале ходца. Не помню уже. Вот такая тема. Стрибарака, стимпак, медиваки, гелионы. Собака Сюкса будет сожжена, но он там одна. Ничего страшного. Добавили, кстати, две эволюшки тем временем, пока я там смотрел на тему деда. Но Грэд идет на коготь. Грэд идет на коготь. Две... Две санки. Че ты испугался? Ты же ничего не видел. Интересно. Чего Фикус так испугался? Возможно, в первой игре дед делал то же самое. Или что-то наподобие. Плюс спорки против банш. Забежали собаки на мейн и все разведывали. Молодец. Дед пропускает собаку от Краш, дед пропускает собаку от Фикуса. У него, видимо, такая примета, пропустит собак. Собаки забежали, конечно, они были потеряны и были потеряны в большем количестве, чем украшено много. Но главное то, что они увидели, что дед будет пушить. Пушить будет жестко и рано, что самое главное. Фикуса, наверное, даже третью не нужно ставить и как-то отбиваться. Санки... Да зачем ты тут-то санки делаешь? Это же тебе не зеркань. Санки нужно, если уж так ставишь, то перед и валюшками. Тебе просто валюшки будут выбивать. Ну, ладно. Фикуса виднее. Третью ставить, наверное, не нужно. Нужно делать бейлингов. Вот. Или больше роучей. Там еще и медивак. То есть два медивака. Ой-ой-ой-ой. Ну, санки в таком месте-то они будут бесполезны. Вот в этом бою, по крайней мере, в первом. Плюс дед может еще и дропнуться в два разных места. Ну, есть два медивака. Или просто сделать один дроп на мейна, а потом пойти одновременно в лоб. Да, у Фикуса достаточно армии, чтобы это все отбить. Еще бы санки перекопал бы куда-нибудь сюда. Нет. Дед просто проверяет третью нычку, понимает, что ее нету. Морпехи идут на дотеканник. Довольно-таки много. Щиты, может быть, дед ждет. Минки делаются. Третья цель не ставится. Инженерка пошла. Деда больше по лимиту. Фикуса нет лейера. Делаются гриды. Скоро будет скорость. Скоро будет плюс один на защиту. Газ один не добывается. А, нет, лейер есть. Как его? Нету. Лейер есть. Ну, пока тушки бы тогда сделал. Правда, газа нифига нет. Так, где-то не едет третью и с этой стороны. Свет видит пока что раучий. Выбивает крипту. Ну, где-то ломиться-то никуда не надо. Торда уж, наверно. Спокойно может отойти, поставить третью цц. И начать развлекать дропами. То есть, один дроп в одно место, один дроп в другое место. Возможно, заезд гиллионов. Или дроп гиллионов на мейн. Дроп куда-нибудь сюда. А фикус продолжает дефиться. И продолжает не заказывать покатушки. Продолжает не заказывать третью нычку. Полетел дроп тем временем. А, дроп из восьми морпехов. Третий цц у деда уже почти готово. Добавляются еще два барака. Клепаются мины. Плюс один. У деда все отлично. У фикуса все очень хреново. И в плане того, что у нее третий. В плане того, что нет никаких технологий Т2. То есть, нет. Он хотя бы шпит воткнул. Пытался бы на третью выйти. Армия это позволяет это сделать. Но фикус зажался на двух. Одет тот теран, который не будет лезть на зерго. Который в дефисе сидит. Не имея какого-то преимущества глобального. Он будет его получать за счет третьей цц. За счет технологий. За счет гридов. Не так пойду отдамся. Потому что нужно пушить. Дроп тем временем фикус словил. Молодец. Дроп ничего не сделал. Инъекции небольшие втыки. Ну, фикусу нужна третья хата. Или просто пушить. Как-то реализовывать эту армию. Смотрите по лимитам. 141 на 101. Блин. У деда все настолько лучше сейчас. И по боевому лимиту. И смотрите по рабам. 50 на 43. То есть фикус мог бы хотя бы рабов немного подстроить сюда. Чтобы потом поставив третью перевести. Но он этого не делал. Он дефился. Понятно почему. Но я думаю что он передефился явно. Дед высаживается. Теряет одного морпеха. Улетает назад. Тут забегание. Убивается еще один овер. Фикус очень неплохо. Верами разлетел. Контролируя почти все хаты. Ну а дед уже летит третьей нычкой своей. Добавляется вторая факторка для минок. Первый грейп на броню делается. Тереном. Вторая инженерка пока что не добавлена. Куча туреток уже заранее отмут. И на третьей нычке тут небольшое сражение. До сих пор нет покатушек. Скоро будет 2-2. Но нет покатушек. Ну фикус. Ну фикус. Ну фикус. Ну не надо так делать. Дробь на майн. Который начинает убивать квину. И убьет эту квину. Сейчас еще пул можно будет потерять. Юкусу нужно срочно заказать где нибудь пул. На всякий случай. Потом можно отменить. Нет он успел вернуться. Пул не был потерян. Хорошо. Четыре муталя в заказе. Покатушки опять же не делаются. И дед пытается выбить третью. Он ее выбит. У него очень хорошая армия. Лимита настолько больше. Что ну. У фикуса все фигово. Счет становится 2-1. Мне кажется тоже понятно абсолютно. Не получилось у фикуса. Не получились у фикуса. Вот эти игры которые мы стримили. К сожалению. Первую игру он выиграл. А вот дальше как не получилось. Ну и тут на минках просто все отдается. Дед практически вообще не потерял ничего. Кроме там пару мин и не. Ну крипа нет. Покатушек нет. Беллинги просто не докатываются. Дотерранные естественные. Фикус ставит речь в другом месте. Заказывает собак. Наконец-ки пошли по катушке. У деда уже 180 на 93 по лимиту. Третья нычка не раскачана. Это и нафиг не нужно. Делается закопка мином. У зерга почти 2-2. У терми всего лишь 1-1. Но. К сожалению даже на крепе. Сложно будет что-либо сделать с таким лимитом. Практически нереально. Ни одному зергу нам умножу. Третий все-таки поставил. Начинает работать. Хоть как-то. А дед просто сейчас дроп на мейн. Массированный дроп на мейн. Делает. Фикусу придется разделяться. А он не может на 2 фронта разделиться. Потому что у армии не хватит отбиться там и там. Паша и Белли где-то немножко тут может отдаться. Вполне. Потому что у него очень много лимита. 200 на 100. Видя муту. Собак. Он улетает. Тем временем нападает с этой стороны. Пытается на минке выманить армию зерга. Фикус не поддается. Передроп сюда. Сейчас будет опять убита третья нычка. Или будет просто полеты туда-сюда на мейн. С мейна на третью и так далее. Налом от Фикуса. Неплохо в принципе разменивается. Но. Неплохо если было бы 200 на 200. А не на 200 на 100. Ну это дежи. Фикус его понимает. 2-1. Дед выигрывает. И Дед играет с Кеничем. Следующая игра у нас будет Дед Дар Кенией. Встретились? Встретились они. Хе-хе. Пусть Лазеракну встретились. Тоже geld будет по улицам на месте. 2 2018.